Основной период единого госэкзамена этого года в самом разгаре. Стартовав 3 июля, выпускники уже успели сдать географию, информатику, литературу и русский язык. Из-за эпидемиологической ситуации местом проведения ЕГЭ в Десногорске была выбрана школа номер 4. Первый экзамен у меня был русский язык, 6 числа. Я особо не переживала, хотя обстановка была достаточно накаленная из-за температуры воздуха на улице, и из-за того, что нам всегда нагонялись, что будет очень страшно, будет сложно, будут вас проверяющие, очень терзать. Но было вообще не страшно, всё прошло спокойно. Марина на себе узнала, что ЕГЭ не так страшен, как о нём говорят. Как и раньше, важное мероприятие остаётся по силам тому, кто к нему был подготовлен. Но из-за особых эпидемиологических мер не обошлось без нюансов. Не очень получилось то, что все приходят в разное время и приходится ждать. Но даже это время на пользу, можно настроиться, успокоиться и собраться с мыслями. Перчатки, маски были необязательны, но я пришёл в перчатках. Обрабатывали руки антисептиком, открывали окна. В целом сидеть в классе было достаточно удобно. Был изменённый график сдачи экзаменов. Если раньше их основной период приходился на май-июнь, то в этом году – на месяц позже. Я считаю, на самом деле, большим плюсом то, что нас передержали. То есть, то, что мы писали не в мае, а в нас всё, вы будете позже, 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 в итоге написали в начале июля. То есть, это дало целый месяц для подготовки. Мне кажется, это большой плюс. И волнение, оно, в общем, ушло на нё. Как-то я сейчас на экзамен хожу так. Ну, экзамен, экзамен. Как-то ничего такого вроде важного нет. Экзаменационный период у выпускников продлится до 25 июля. А особые эпидемиологические меры, помимо прочего, сделают ЕГЭ этого года по-своему уникальным и запоминающимся. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ